Итак, мы продолжаем изучать для портала Ваикра, Ваикра это Ивазвалбок, есть такой сейчас портал в интернете, Ваикра.ком. Мы продолжаем изучать Пертиявод по учению отцов. Значит, сегодня мы находимся в первой мишне первой главы. Вступление мы проучили на предыдущем уроке, так что, кто его не видел, посмотрите обязательно предыдущий урок. Каждый из строителей есть у них доля в грядущем мире. А сейчас мы переходим к первой мишне самого трактата Пертиявод. Первая мишна, она звучит так. Моша получил Тору Мисинай с горы Синай. Ве мастрали Ушуа и передал ее Юшуа. У Юшуа, Юшуа, это его ученик Юшуа Бенун, ле скиним. Он передал старейшинам, следующим поколениям. У скиним ле навиим. Старейшины передали навиим, пророкам передали Тору. У навиим мастрола ле аншекнестагдурла. Навиим передали Тору, аншекнестагдурла, люди большого собрания. Великое собрание. Это были люди, которые, когда первый храм был разрушен, еврейский народ угнал на Вахаднецар в Вавилон. Большую часть народа угнал. И потом вернулись, через 70 лет вернулись всего 42 тысячи. Вернулись для того, чтобы строить второй храм. И вот среди этих 42 тысяч были 120 великих мудрецов. Назвались они Великое собрание. И они сказали, что тот этап, который был до этого, жизни еврейского народа, от Маши Рабену до сейчас, он закончился. Сейчас ситуация другая. И они, значит, внесли изменения вообще в структуру служения. Они установили, когда построили второй храм и начали приносить опять жертвы, они создали Сидур, то есть Сидур, по которому мы сейчас молимся, вот этот порядок молитвы, это они создали. Они убрали Ецарара, они убрали, они вообще изменили природу человека. То есть у них было так, как они были, среди них были последние пророки, они знали, как вся система работает. Они взяли на себя такую ответственность, чтобы больше не был разрушен храм, хотя тоже не получилось, видите, он был разрушен, второй храм тоже. Но они взяли на себя ответственность такую, изменить структуру мироздания, помолиться так Богу, используя знания Торы, что Бог убрал Ецарара, страсть к идолопоклонству. То есть тот, как бы та антенна внутри человека на духовном плане, которая отвечала за служение идолам, за магию, за колдовство, они эту антенну обломали. Но вместе с этой антенной ушла обратная сторона в святость, все в этом мире двойственно, ушло пророчество. То есть люди перестали, это та же самая антенна, она позволяла, с одной стороны, заниматься магией и служить идолам, с другой стороны, заходить в самый духовный мир и видеть, что будет, видеть то, что Бог хочет и как он работает, вся эта система. И они это убрали. И второе, они хотели убрать Ецарара, стремление, инстинктивное стремление. То есть они меняли инстинктивную природу, как Бог запрограммировал человека, они меняли. Они хотели убрать стремление к разврату, потому что первый храм был разрушен за идолопоклонство, разврат и убийство. Убийство это следствие. Когда ты служишь идолам, тебе не важен Бог, так чем не убить кого-нибудь. Когда ты на разврат, тебя тянет так, что ты не можешь остановиться, так чем не убить тоже. То есть убийство это было следствие этих двух стремлений. Так они антенну идолопоклонства убрали. То есть раньше люди просто, они видели, что как можно управлять магией, да, вот этим миром. И они не могли остановиться. Это такая власть была, ну, то есть нереальная. И человек не мог против этого искушения противостоять. А и против разврата был такой, ну, тяга, что он видел там кого-то, неважно, мужчина, женщина, там, овца, осел, курица, все. То есть он сразу шевелится, что там у него, все, надо, значит, схватить и прозратничать. Значит, они тоже помолились, чтобы это убрать. И вот они помолились, убрали, убрали, убрали. Значит, фух, слава Богу, все. Представьте, человек, ему не надо размножаться, его ничего к этому не тянет. И к идолопоклонству не тянет, все, святость, ангелы. И они довольны, сидят. Значит, все у них получилось. И тут, значит, один говорит, время завтрака, надо кушать. И им говорят, извините, яиц нету. Яиц нету, куры перестали нестись. Потому что вот эта вот внутренняя система инстинктивная, которая тянет человека к разврату, она тянет весь мир к размножению. То есть если бы не было вот этой тяги инстинктивной, абсолютно нерациональной, ничем не обоснованной, не было бы ни любви, ни Ромео и Джульетты. Потому что, в принципе, вся Ромео и Джульетта, вся любовь, она построена на том, чтобы что? Ну, понятно, чтобы красиво запаковать и стремление к размножению. Поэтому они хотели это убрать, но поняли, что без этого мир не сможет существовать. И они уменьшили в два раза. То есть то, что сейчас происходит, это все, это все уже в два раза уменьшено, чем было тогда. Представляете, да? Значит, и вот они собрались. И давайте еще раз вернемся к началу Мишны. Моше Тибель Тора Месинае. Моше получил Тору на горе Синае. Да? И передал Яушуа. Почему не написано, Яушуа получил от Моше? Почему не написано, Моше получил Тору на Синае и передал Яушуа? Яушуа передал старейшинам. Старейшины передали ленавиим, пророкам. Пророки передали людям великого собрания. Почему не написано, Моше получил Тору? Яушуа у горы Синае. Яушуа получил от Моше. старейшины получили от Йошуа и так далее почему написано здесь Моше получил а дальше передал и дальше передавалось, передавалось, передавалось значит надо тогда понять что такое Тора Тора это Бог Бог создатель мира творец который без он вообще абсолютно он непостижим вообще и он вдруг он создает некую структуру мироздания то есть вначале идут духовные миры каскады, то есть нет не хаос даже, это просто нет это Бог непостижимый вот тот кто энергией питает Вселенную можете себе представить, что это такое солнце это песчинка как Рабиатива один просил покажи мне Бога, он говорит, посмотри на Солнце в полдень, он говорит, что я не могу смотреть на Солнце, у меня глаза сгорят он говорит, а как ты на Бога хочешь посмотреть если Бог, Он Солнцу, Всевселенную дает вообще энергию, это для Него ничто как ты вообще с Богом хочешь вообще соприкасаться, ты сгоришь значит вот этот Бог он создал некую идею мироздания потом эта идея мироздания она структурировалась в какие-то законы которые потом структурировались в материальный мир, во все это мироздание во Вселенную теперь вот эта идея первая которая от Бога перешла в структуру это Тора и Тора написано, что Бог он значит Тора это инструмент и план и материал для сотворения мира то есть это это то, что изначально было потом, когда этот мир уже существовал Бог эту Тору он ее как сказать запаковал в формат файл такой, да который который можно понять то есть, который интеллект человека может принять теперь Мошер Абейну который получил Тору на горе Сина от Бога он был самым великий из людей у которого у него не было своего эго то есть он был как чистое стекло через которое Бог как бы трансформатал он Бог проводил свое знание через него он ничего не искажал теперь Мошер Абейну все равно был человек при все при том что он был человек который поднялся на самую высшую ступень за всю историю мироздания, на которую может подняться человек. Но тем не менее Маширабену, его размер, как он мог принять Тору, все равно был ограничен материей, структурой, мышлением и так далее. То есть он не мог все равно соединиться полностью с Богом, потому что Бог безразмерный, бесконечный. Тора бесконечная, потому что как Бог бесконечный, так же и Тора выходит из Бога. В какой-то момент Тора начинает структурироваться, структурироваться, и она заходит в самое широкое, тот, кто мог ее принять без искажения, это был Маширабену, и он ее принял. Дальше он передал, все, что он принял, он передал Юшуа. То есть он был, здесь подчеркивается момент, что принять человек может только в рамках той системы, в которой он принимает. Например, я сейчас говорю на русском, значит меня могут воспринять только те, кто говорят на русском, понять то, что я говорю. Но каждый поймет все равно в зависимости от своего уровня понимания. Потому что если человек с Торой терминологией не знаком, то для него многие слова будут непонятны. И для него информация, которая сейчас от меня идет, он ее примет в том формате, в котором он готов к принятию. Понятно. Кто-то примет там, у него вообще сейчас заполнили все пазлы. Кто-то сидит и говорит, о чем он вообще, о чем он говорит, я вообще не понимаю, о чем он говорит. И так далее. То есть Машер Абейну принял Тору от Бога и показал, что человек может принять только то, к чему он готов на сегодня. Но передал он все, что принял. То есть он дальше передавал все, что принял. И он передал всю Тору Юшуа. Юшуа получил то, что получил. Говорят, что когда умер Машер Абейну, он забыл какую-то часть Тора, он уже забыл. Но он все равно передал все, что у него было, он все передавал дальше. И дальше он передавал до пророков. Пророки – это те, которые могли не ошибиться. Потому что если он не знал, что это пророк, он сразу заходил в духовный мир. И получал недостающий кусочек знания. Он получал прямо от Бога, который дал Тору. Или от ангелов они получали. Ну, то есть пророки, они обладали входом в духовное пространство. На Виим пророки передали людям Великого Собрания, передали Тору. Но люди Великого Собрания отменили пророчество. И они понимали, что дальше мы не сможем передавать всю Тору. Все, нет возможности дополнить те кусочки, которые пропадут. И вот первая Мишна говорит, они сказали людям Великого Собрания, они сказали три вещи. Три вещи они сказали. То есть они установили три главных правила, которые необходимы были для передачи Торы. Раз это в этой Мишне говорится, значит это касается передачи Торы. Что они сказали? Они сказали, аву метуним бадин, будьте медлительны в суде, то есть не спешите. Если раньше пророк, ты приходишь к пророку, говоришь, ну, что мне делать сейчас? Пророк такой, иди туда, иди туда, делай то, делай то, все, будет у тебя все хорошо, иди с Богом, все. Это пророк. Теперь, если, или два приходят, говорят, у нас сложная ситуация, он у меня деньги занимал, сейчас отдать не может, или там мы вместе купили поле, что делать? Пророк такой, значит так, ты ему должен, а ты ему не должен, все. То сейчас, когда уже Тора была на уровне интеллектуального знания, только они сказали, аву метуним бадин, будьте медлительны в суде, не спешите принимать решения, изучите все подробности, то есть возьмите интеллект, это намного более медленная штука, чем там интуиция какая-то, ну, чем духовные эти постижения, да, аву метуним бадин, будьте медлительны в суде. Даже если вам кажется, что все понятно, изучите еще пару вещей. Веомиду Талмидимарбе, и устанавливайте много учеников, они сказали, то есть уже один ученик Тору принять не сможет, уже уровень, ну, уровень интеллектуального развития, он по сравнению с предыдущим поколением упал. Поэтому, если вы получили Тору, у вас есть какое-то знание, вы должны его передавать Талмидимарбе, много учеников, передавайте, чем больше, тем лучше, каждый по фрагменту получит, потом кто-то умный придет, сопоставит все это, как Раби Уда-Наси, когда был разрушен второй храм, Раби Уда-Наси, он собрал всю устную Тору, которая была до него, сопоставил и классифицировал Мишну, да. Так это почему? Потому что они сказали за 420 лет до разрушения второго храма, и устанавливайте Талмидимарбе, много делайте учеников. И третье, что они сказали, вы асу сияк литура, и делайте ограду для закона. То есть на всякий случай они сказали, так как Тора, она установила, что надо делать, что не надо делать, что можно, что нельзя и так далее, что добро, что зло, то есть есть некая система координат. Они сказали, устанавливай ограду для закона. Например, возьмем пример, вот сейчас приближается Шаббат, значит, в Шаббат запрещено делать 39 видов млоход. 39 видов работ, которые перечислены, это работы, которые делались в храме. И Бог сказал, даже когда вы строите мой храм, даже когда вы строите мой храм, останавливайтесь и субботу не работайте. И перечислены 39 видов млоход этих работ, которые надо было остановить. Теперь, ну это четко указание, перечислены 39 видов работ. Это закон. Все. Теперь мудрецы говорят, смотрите, вот, например, возьмем мы какую-то млоход, возьмем какую млоход, работу, которую запрещено делать, запрещено делать работу, допустим, копать, копать, копать яму. Хорошо. Теперь, если человек копает яму, это запрещено. Но, если человек яму не копает, а ему нужна просто земля, он решил с земли взять, взять земли себе в мешок, и этот мешок перенести в другое место. Нет же запрета взять земли из ямы. Логично? Что было запрещено? Копать яму. Яму нельзя копать. А землю брать можно? Можно. Но, когда были пророки, то он, пророк, смотрел на тебя и видел, ты или землю берешь, или яму копаешь. То есть, пророка не обманешь. Правильно? Потому что ему понятна суть, мысль человека, ему понятна. И люди, когда были на высокой духовной ступени, они могли контролировать свои, они были осознанные. То есть, человек, на сегодня человек неосознан, он все время в режиме работает в реакции на внешний мир. Он все время куда-то бежит, он весь такой, как робот, которого на кнопочке ему нажимают, и он все время, тут ему телефон зазвонил, он тут ответил, тут ответил, тут он за рулем сидит, такая прокладка между рулем и сиденьем, да. То есть, он как робот все время реагирует. А раньше человек, он жил на природе в то время, он все время была тишина, птички поют. И он такой осознанный, он осознавал, что он думает, где у него там душа, где тут ангел полетел, где там, то есть, он очень-очень был такой на замедленном режиме, потому что у них жизнь была какая, человек со своего города не выезжал. Он с утра встал, вот он там сидит и говорит, ну сегодня будем гречку перебирать. И сидит с утра до ночи гречку перебирает. А чем ему еще заняться? Сегодня будем рыбу ловить, сидит рыбу ловит. И все время медитирует. Так вот, когда люди были такие осознанные, можно было понять, или он яму копает, или он землю достает. А когда уже люди перестали быть осознанными, тогда мудрецы сказали, смотри, нас не интересует, он или яму копает, или землю достает. Нам сказали, что нельзя яму копать. Все, что на это похоже, запрещено, это ограда для закона. Чтобы случайно не нарушить. Потому что один будет яму копать, один будет землю доставать, второй посмотрит и скажет, что так можно в субботу яму копать. Все, начнет яму копать. Поэтому не вообще. Лопату, мудрецы, что такое ограда для закона, они на всякий случай запретили лопату в руки брать. Просто говорят, к лопате не приближайся. Потому что мы не знаем, ты будешь ямы копать, что ты будешь делать с лопатой, лопату не трогай в шаббат. Все. Это называется, делайте ограду для закона. И в принципе, вся практически та тора, которую мы сегодня видим, вот религиозное соблюдение, оно состоит на 90% из ограды для закона. И человек, который обычный, он со стороны смотрит на религиозных и думает, ну полные психи. Вот реально психи, да, такие. Он смотрит на них там все эти пейси, штраймовые и так далее. Это все ограда для закона. Это все сделано для того, чтобы не выйти за рамки закона. Потому что люди религиозные называются по-настоящему харидим. Харидимы-то они тревожащиеся. Они боятся нарушить приказ Бога и очень хотят выполнить приказ Бога. И для того, чтобы случайно не зайти на минное поле, они его оградили очень-очень большими заборами, такими огромными. И чтобы к ним никто не приближался. Знаете как, что религиозный человек, он почему выглядит так, такой ортодокс, да? Он говорит, я такой, и вы ко мне не подходите, чтобы не дай Бог не потерять свою идентификацию религиозную. Потому что если я, знаете, есть анекдот, напоследок я расскажу, как один был еврей такой религиозный, с бородой, с пейсами, с штраймеля ходил. Ему понравилась очень официантка из бара в Нью-Йорке. Официантка русская девушка как раз, Маша ее звали. И он, значит, ну он не может к ней подойти, потому что ну как он подойдет в таком виде? И он, значит, он думал, думал, и как-то он взял, пошел с утра в парикмахерскую пораньше, сбрил бороду, все сбрил, снял штрайм, надел джинсы, футболку. Все, думаю, все, сейчас пойду с Машей познакомлюсь. И он, значит, переходит дорогу, такой, ну типа он оставил маленькую, такую типу, чтобы ее не видно было, так сзади ее сделал, зелененькую такую. И он, значит, идет зеленый тип, и футболки такой, переходит дорогу, и тут его сбивает машина. И сбивает его машина, и он сразу поднимается на небо, значит. И там как раз, когда суд, и человеку должны показать его жизнь, там все, все ждут, боятся. А он с претензией, он говорит, как так? Я всю жизнь был праведником, я все хорошо все делал. Почему меня вдруг сбила машина? Что такое? Где справедливость? А ему говорят, а вы кто? Он говорит, как то? Я Хайм, Мойши, там, и ему говорят, извините, говорят, мы вас не узнали. Мы ошиблись, не узнали, значит. И, значит, все, ограда для закона. Теперь давайте подведем итог. Значит, три вещи главное делать, быть медлительным в суде, устанавливать много учеников и устанавливать ограду для закона, и будет все великолепно. Все, заходите на портал ВАИКРА, изучайте уроки, делитесь обязательно уроками, надо делиться, туру надо распространять. И пишите внизу свои комментарии, если я их увижу, я постараюсь на них ответить. Все, всего хорошего, шаба шалам.